Здравствуйте, уважаемые телезрители, братья и сестры, программы «Преображение». И сегодня нам бы с вами хотелось поговорить о сущности духовной жизни современного человека. И, быть может, поставить те вопросы, которые сегодня актуальны, как и в давние времена, как во времена наших отцов и дедов. Эти вопросы касаются сущности самой веры. И, прежде всего, сущности самой церкви. И нахождение человека, его встроенность в церковный организм. И какова роль церкви сегодня в современном мире. Казалось бы, вопросы очень избитые, повседневные. Но, тем не менее, каждый из них, из этих вопросов, они имеют сегодня самое насущное, самое актуальное свое предназначение. Когда мы с вами говорим о религии, то, прежде всего, мы должны поставить вопрос, а для чего вообще существует религия? В какой мере она должна раскрываться и как должна быть построена? И, конечно же, что в центре религии должна стоять не только личность Бога, но и личность человека. И человека сегодня в наше современное мироощущение его разного рода охватывают идеи, подчас которые даже выглядят как и антирелигиозные, и которые, без сомнения, наносят вред его душе. Но если мы сегодня с вами говорим о смыслах жизни духовной, о смысле жизни религиозной, то, прежде всего, должны сказать и о связи христианина с Богом, потому что это главное. Не может существовать христианин сам по себе. Это обязательно союз, который включает в себе Богопознание, Богобытие и любовь человеку к Богу. И сегодня мы должны сказать о том, чтобы человек и его личность, они были здоровы в духовно-нравственном плане, в отношениях правильности его поведения в жизни и его значимости. А это без духовного начала, как известно, невозможно. И поскольку человек, он олицетворяет в себе образ и подобие Божие, а образ и подобие Божие реализуются посредством любви, то нужно четко себе представлять, что такое любовь в современном мире, и что такое концепция религиозной любви. Некоторые святые отцы, в частности, святитель Василий Великий, святитель Григорий Богослов, они связывают любовь духовную с определенным религиозным опытом. И раз это религиозный опыт, то такой опыт прежде всего находится в недрах церковного учения. А чтобы этот опыт получить и чтобы воплотить в жизнь, нужно сформировать определенное мировоззрение, которое будет помогать нам в строительстве духовной жизни современного человека. И для этого мы должны обратиться к наследию святых отцов. Но, как известно, у стороны две медали. И одна сторона, пусть это будет в нашем понимании учение святых отцов в церкви, учение, которое накоплено веками, имеют глубочайшие традиционные культурные и религиозные корни, которые передаются сегодня для нашего с вами времени, для нашего усвоения и устроения, но этот опыт, он имеет некую закрытость. Эти знания закрыты для человека до тех пор, пока он не становится членом церкви. Но существуют и знания, которые находятся вне церкви, за ее пределами, и которые также имеют прямое отношение и к религиозной любви, и к личности человека. И здесь, второй стороной медали, как мы сказали выше, выглядит русская религиозная мысль. И сегодня мы, немного оставив религиозный опыт святых отцов, обратимся именно к русской религиозной мысли, которая нам поможет в деле устройства религиозной жизни. И, конечно же, среди выдающихся таких русских мыслителей, публицистов и философов, сегодня хотелось бы нам с вами вспомнить фигуру такого человека, как Иван Александрович Ильин, годы жизни которого 1883-1954. Это один из выдающихся русских мыслителей 19 века, которому была небезразлична судьба нашей Родины, судьба нашей Церкви, судьба нашего русского народа. Это тот человек, идеи которого заставляли преобразовывать и наше русское общество в царское время. И мы знаем, что в период большевизма и в период советского строя этого религиозного мыслителя запрещали. И трудов его практически было нигде не взять и нигде ознакомиться с ними. Но сегодня мы видим значимость, потому что значимость этой личности в том контексте, что сегодня современные политические лидеры, современные деятели культуры, науки и искусства начинают цитировать Ивана Ильина. Начинают обращаться, обращаться к его наследию для того, чтобы в них подчеркнуть то, что помогает человеку ответить на те вопросы, которые мы с вами сегодня поставили в начале нашей терепередачи. Главным образом, Иван Александрович Ильин, а мы сегодня обратимся к одной из его книг, это «Поющее сердце». Эта книга написана не столько в философском контексте, сколько в поэтическом. Но главное свойство и главный литмотив произведения, это прежде всего речь он ставит в вопросе о человеческой любви. Какова должна быть человеческая любовь, какова должна быть ее сущность. И в этом смысле он говорит о смыслах любви. Для чего нам нужна любовь? И первый вопрос, на который он отвечает, он говорит, что любовь нам дана Богом для того, чтобы мы смогли понимать и Божие присутствие здесь на земле. Но любовь в то же время она дана человеку как сила выбирающая. Сила выбирающая, потому что жизнь, она полна такому наводненному потоку, в котором порой стирается и человеческая личность, и человеческая душа, и смысл жизни человека. И тогда человек представляет собой жизнь как некая дау. Погрузившись в этот поток, превращается порой или подчас в пустоту и совсем исчезает. А любовь в этом смысле согласна Ильину выбирающая сила. Она выбирает из немногого. И это немногое она ценит, это немногое она копит, притворяет в жизнь, реализует и формирует человека как личность. Но что было бы просто с любовью, если бы не было воли? Здесь Иван Александрович однозначно указывает нам, что воля есть и у любви. И самое главное это то, что воля, которая способна через любовь реализовать какие-то действия, она всегда созидательна. Это воля, которая творит, которая укрепляет, которая насаждает самое лучшее, прекрасное. И все это происходит в духе любви. А мы с вами знаем, что там, где есть любовь, там даже темные силы начинают отступать, если мы заглянем с вами в Евангелие Господне. Но если представить себе такую ситуацию, что воля, которая нам нужна для того, чтобы реализовать любовь, осталась без любви, что же тогда происходит? Если воля человеческая остается без любви, то моментально все вокруг начинает черстветь, обрастать ненавистью, обрастать безразличием к добру и к злу. И такая воля, она приводит человека и человеческую жизнь, и человеческое общество к катастрофам. И пример тому в истории очень яркий. Например, гитлеровский фашизм. Или сегодня тот же самый ИГИЛ. Или концлагеря, которые созданы были для человека. И казалось бы, у каждых из этих идей, если посмотреть в корень, наверное, стоит и благая воля. И пусть эта благая воля, которая там стоит, но оказавшись без любви, она приводит человека к мощнейшему духовному кризису. И человек более без любви, он оказывается неспособным к своему жизненному состоянию, к своему жизненному пространству, к своему жизненному устойчивому поведению. И в конце концов то, что происходит без любви, повергает его к хаосу. Вот поэтому Иван Александрович Ильин пишет, что без любви те трагедии, которые происходили, и в частности в дореволюционное время и после, они имели место и подсказывали тому, что действительно любовь оскудила. Нельзя человеку прожить без любви, потому что это главная творческая сила, это главная его творческая позиция. Поэтому, чтобы творить в богозданном мире, но творить не из пустоты, а уже из сотворенного, человеку приходится тоже через любовь. Но как понимать любовь? Есть единственный орган в человеческом теле, который понимает любовь, это человеческое сердце. И вот если это сердце человеческое раскрывается в любви в богоподобной, то оно начинает петь. Поэтому тогда, когда сердце поет, оно способно произвести и саму любовь. И здесь, когда эта любовь воспроизводится, значит, она заставляет человека сопринадлежать к высшему, к главному своему предназначению, к тому, чтобы человек стремился свою жизнь упорядочить вместе с Богом. Нельзя человеку прожить без любви, потому что через любовь открываются именно его сердцу жизненные идеалы, жизненная креда, жизненные цели. Поэтому без любви все превращается в небытие. без любви наука перестает быть наукой, без любви искусство перестает быть искусством, без любви воспитание исчезает из нашей системы образования современной и так далее. Можно привести массу примеров, когда в нашей жизни мы видим, так сказать, отсутствие самой любви. И как же преодолеть тот духовный кризис, который нам смог бы помочь толкнуть или запустить те механизмы человеческой любви в нас, чтобы предотвратить духовный кризис, который на самом деле, согласно Ильину, давно сопровождает наше человечество. Хотелось бы нам с вами в завершении сегодняшнего разговора пожелать, сможем ли мы ответить на те вопросы, которые ставит нам Иван Александрович Ильин в своих произведениях. И какова должна быть любовь современного человека, чтобы избежать подобных кризисов, для того, чтобы действительно построить свою жизнь согласно и евангельской концепции Господа нашего Иисуса Христа, согласно общества, в котором мы живем. И в заключении позвольте нам пожелать вам Божьего благословения на предстоящие труды, в предстоящей жизни. И в следующей с вами программе мы тоже поговорим о любви, но изберем для этого другого русского мыслителя Николая Бердеева. Спасибо за внимание. КОНЕЦ